Обычно европейские премьеры автомобилей проходят за пределами Белоруссии. Поэтому к месту сбора мы добираемся, как правило, воздушным транспортом. Однако проверка этого корейского кроссовера началась, что называется, не отходя от кассы, а точнее от ворот автосалона уже в Минске. Тест Hyundai Creta мы решили совместить с поездкой на завод. Завод этот находится в Санкт-Петербурге, поэтому, как вы понимаете, времени у нас будет предостаточно для того, чтобы понять, что это за автомобиль, проверить его вместимость, комфорт и поведение на дороге. А заодно, я надеюсь, по крайней мере, что у нас будет увлекательное путешествие, потому что у нас будет много точек остановки по России, в глубинке, интересные места. Так что поехали! Извилистый маршрут до северной столицы России насчитывал около тысячи километров. В нашем распоряжении была черная двухлитровая Creta с полным приводом на автомате и переднеприводная версия с двигателем 1.6 и механической трансмиссией. Внешне заметить отличие более дорогой комплектации черной двушки можно было разве что по линзованной передней оптике. И если на территории России на Creta не без интереса поглядывали владельцы вазовской продукции, то в Беларуси наш черно-белый дуэт особо в глаза не бросался. На мой взгляд, дизайн Hyundai Creta довольно современный, но, знаете, такой весьма сдержанный. Поэтому для тех, кто не привык уделяться из потока, это самое оно. Но если хотите привлечь в себе немного посторонних взглядов, то, я думаю, стоит присмотреться к Hyundai Creta в ярких цветах. Интерьер под стать внешности. Никаких вычурных линий и дизайнерских изысков. Но при этом и придраться нам было практически не к чему. Да, пластик жесткий, но выглядит вполне добротно. Обзор с места водителя хороший. Посадка за рулем удобная. За два дня почти без остановочной езды никто из нас не почувствовал усталости и не попросил остановиться, чтобы размять кости. Несмотря на то, что с виду этот кореец выглядит довольно компактно, места в салоне предостаточно. Причем даже для рослых седоков, в том числе и тех, кто расположился на задних сиденьях. В багажник объемом 402 литра без проблем поместились все пожитки четырех человек и даже осталось немного места. В общем, по запасу пространства и уровню комфорта Крета будет отличным спутником для дальних путешествий. Но на этом плюсы в копилке Креты не заканчиваются. И, пожалуй, самый главный из них — это подвеска. Нам сказали, что ходовая прошла адаптацию к российским условиям. Чтобы это проверить, мы порой летели не меньше 140-150 км в час по разбитым дорогам и сельским проселкам. Никакой хлипкости и пробоев. При этом управляется машина довольно точно. Крены в поворотах минимальные. И это один из редких случаев, когда на стиральной доске хочется не сбросить скорость, а наоборот — добавить газу. Отличные настройки для российских условий. Ведь там медленно мало кто ездит, вне зависимости от качества покрытия. Как вы понимаете, в России плохие дороги искать нам долго не пришлось. Мы решили немножко срезать путь и наткнулись на вот такой проселок с очень глубокой размытой колеей и большими лужами. Как раз здесь и пригодились кроссоверные возможности Креты в виде высокого дорожного просвета и полного привода с блокировкой. Но справедливости ради скажем, что и переднеприводная версия этот участок дороги прошла на отличном. Понятное дело, что, учитывая класс автомобиля, в откровенные бездорожья мы не лезли. В режиме «Город-трасса-грунтовка» нам с лихвой хватало дорожного просвета в 190 мм, переднего привода и бензинового двигателя 1,6 литра. 123 лошадиные силы без надрыва тянули Крету, на борту которой было 4 человека. Даже с обгонами не было проблем. Здесь главное не стесняться сбрасывать передачи и крутить мотор за 5000 оборотов. После очередной дозаправки мы поменялись машинами, чтобы опробовать двухлитровую версию. Честно говоря, особого преимущества тандема 150 лошадиных сил и автомата мы не увидели. Да, чуть стабильнее машина ведет себя на трассе на больших скоростях. Да, мотор немного мощнее младшего собрата. Но при этом машина тяжелее как минимум на центнер, да и часть мощности теряется в недрах гидротрансформатора. К тому же расход топлива на 1,5-2 литра больше. 9,5 литров против 7,5 у версии 1,6. При средней скорости 120-130 км в час. Так что в обычных условиях эксплуатации лучше выбрать передний привод, но в богатом оснащении. За время нашего трехдневного путешествия на Хендекрета мы обнаружили в этом автомобиле несколько, скажем так, нюансов. Первое – это то, что нет системы круиз-контроля. Причем даже в топовых версиях. Если в городе вам эта функция вряд ли пригодится, то на трассе она будет уж точно не лишней. Второе – это то, что электрические стеклоподъемники не имеют автоматического режима. Причем все, даже водительские. То есть, ну, честно говоря, на мой взгляд, это несколько странная экономия на спичках. Кроме того, мы обнаружили, что в плохую погоду, когда идет дождь, вода со стекла попадает на боковое зеркало. Ну и последнее, что хотелось бы сказать о нюансах – это, конечно, доступность Хендекрета. В этом плане она, конечно, немного уступает некоторым своим конкурентам. Пожалуй, после двух тысяч тестовых километров в разных дорожных и погодных условиях можем однозначно сказать, что Крета нас впечатлила. Очень проработанный автомобиль, вместительный и комфортный. Но самым ярким пятном в нашей памяти останется подвеска этого кроссовера. Не часто встречается машина, на которой можно спокойно поливать по разбитой дороге на большой скорости и при этом получать удовольствие от вождения. Здесь Крета может легко дать фору многим конкурентам. Жаль только, что критерий доступности сильно ограничивает шансы стать бестселлером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова